Туда. Да, я знаю об этом. И вы тоже, хоть и не знаете об этом. Понимаете, когда человек изучает что-то, то есть разная степень познания. Вы сейчас говорите о высокой степени познания, но у вас тоже есть эта степень своя. Например, я вам сказал, если вы будете есть мясо, если вы будете заниматься развратом, если вы будете жить без молитвы и без раскаяния, вы попадете в ад. Если вы будете жить благочестивой жизнью, доброй, желать счастья для своей судьбы и думать о Боге, то вы попадете в рай, где люди наслаждаются. Если вы будете думать о других людях и будете служить им, и будете служить Богу, и будете выполнять какую-то миссию перед Богом, как вот Лена это делает, то вы попадете в рай в другом месте, где люди развиваются, совершенствуются. А если вы забудете про себя в своей жизни и будете думать только о Боге, тогда вы попадете в духовный мир, где нет страданий. Вы все знаете теперь, куда вы попадете, при каких обстоятельствах. Выбор за вами. Вот теперь послушайте меня внимательно. В ведах также многие едят мясо. Вы не знаете всей правды. В ведической культуре люди тоже склонны есть мясо. В ведах описано, что в этом мире люди склонны есть мясо, склонны пить вино и склонны заниматься сексом. Эта склонность идет от сильной привязанности к телу. Запомните, что это есть во всех культурах. И поэтому во всех культурах есть поблажки по отношению к таким людям также. В ведах есть разные культуры духовные. В одних это грехов, в других нет. Например, есть культура духовная для тех, кто не способен жить без мяса. И в этом случае веды рекомендуют убивать животное, предлагая его Богу, освящая его. И при этом надо читать определенные молитвы. В этой жизни я тебя убиваю, в следующей жизни ты меня убиваешь. Тогда эта пища считается освященной, если ты такую молитву произносишь. Да, да. Ну это правда же. Поэтому в ведах нет, ничего не скрывается. Но человек не может без мяса. И поэтому он даже готов на это пойти, лишь бы мясо есть. Поймите, что мясо люди едят не просто так. Некоторые думают, да, откажись ты от этого мяса. А он не может отказаться. Понимаете, привязанность к плоти или привязанность к телу — это свойство души, которая живет в материальном мире. Есть три типа привязанности к плоти. Три типа привязанности к плоти. Первый тип привязанности к плоти — это вино. Оно разжигает саму привязанность к плоти. Когда человек пьет вино, у него появляется счастье от привязанности к плоти. Когда человек пьет вино, он реально испытывает счастье от половых отношений и от того, что он ест мясо. Вторая привязанность к плоти — это грубая привязанность к плоти. Означает поедать чужую плоть. Хочется наслаждаться плотью, понимаете, то есть телом. И человек ест мясо для того, чтобы наслаждаться телом. Он этого не осознает, но ему хочется этого вкуса. Через вкус передается счастье, энергия счастья. И третий тип наслаждения плотью — это тонкое наслаждение плотью, означает секс. То есть человек использует плоть другого человека и наслаждается ей во время секса. Есть три типа желаний использовать плоть. И поэтому есть три типа уступок в каждой религии. Для тех, кто не способен жить более возвышенно. Не думайте плохо о православии. Вы мало что знаете о православии. Я вам сейчас кое-что расскажу. Есть святой Зосима, который открыто... Он — это святой человек, все это признают. Он жил, когда... Есть даже видеоматериалы. Он открыто говорил о вреде мяса. Просто говорил, что его есть не надо. И он сам его тоже не ел. И его приближенные ученики тоже не ели мяса. Он жил в Донецкой области. Святой Зосим в свое время. Есть еще другой возвышенный православный человек. Это Антоний Сурожский, который жил в Лондоне или где-то там, по-моему. И он тоже открыто говорил о том, что мясо — это плохая пища и ничего хорошего от нее нет. Возвышенные православные также отказываются от излишних половых отношений. Они совершают как бы топасию. Ну как монахи не занимаются сексом, вы знаете. И в православных монастырях мясо не едят вообще. Не едят только рыбу. Рыба менее организованное живое существо. И в то время, когда православные как бы культивировали вот этот пост на рыбе, поймите, что они жили в таких местах, где вообще в принципе питаться по-другому очень сложно. Потому что зимой ничего не растет в России. Это сейчас у нас в супермаркетах все растет. Раньше люди питались тем, что выросло, понимаете. И как бы нет ни овощей, ни злаковых зимой. Ну чем человеку питаться? Ясно, что ему остается только рыба. То, что существует, то он то и ест. Иначе он помрет просто. Не хочется? А рыбе нравится, как вы ее едите. Знаете? Она довольная. Я видел на рекламе, реклама такая, реклама мясокомбината. Такие коровки бегают такие в этих бантиках. Мясокомбинат Калужский. И коровки такие в бантиках, они довольны, им очень нравится, когда их кушают. Рыбке тоже, она вот такой кайф испытывает, когда она ее вытаскивает, она задыхается, вот так потрясется. Супер, ей очень нравится. Поэтому никаких реакций вы не будете от этого. Рыбке же нравится, когда ее кушают. Рыбкой не будете рождаться, сто процентов. Рыбкой не будете рождаться, сто процентов. Рыбка не будет. Может, может, может. Может. Если человек очень интенсивно молится Богу, то постепенно склонность к грехам человеческим, его сердце тает. И потом она вообще уходит, у него пропадает к этому интерес. Но даже если человек очень интенсивно молится, и он ест мясо по каким-то причинам. Но что касается занятия сексом, понимаете, как бы здесь разные градации есть. Если ты развратом занимаешься, просто гуляешь от своей жены, это одно. Если с женой, то другое. Следующий уровень, более высокие стандарты, когда человек занимается сексом только для зачатия детей. И так далее. Есть вообще люди, которые целебат соблюдают. Это разные степени, но они как бы не означают, что секс приведет в ад. Все зависит от этого. Это называется регулируемая жизнь. Если человек живет в семье, он никому не изменяет, он может попасть на высшие планеты. Если человек ест мясо, но ему по законам его религии разрешается, и он при этом постоянно живет в молитве, он тоже попадает на высшие планеты. Понимаете? Но это затрудняет попадание на высшие планеты. Мясная пища разрушает благочестие человека. Эта пища не способствует духовному развитию. Я вам сейчас объясню почему. Потому что есть пять степеней развития жизни на земле. Первая степень – это жизнь во сне. Сон без сновидений. Вот такое отупелое состояние, в котором душа себя не помнит вообще. Она все равно живет. То есть она хочет света. Это жизнь в дереве или в растении. Душа в этой жизни отдыхает. Это знаете, она живет, ничего не помнит, просто отдыхает от жизни, попадая в жизнь в тело дерева. Причем интересно, смотрите, как у дерева веточки обрезаешь, оно встрепенулось и начало расти лучше. То есть чуть-чуть боль, она приносит счастье в конечном счете дереву. Потому что ты причиняешь ему боль, обрезаешь ветки, оно растет лучше. Все садовники знают, ветки не обрезать, дерево загнется просто и все. Нужно обязательно обрезать ветки, даже крупные, чтобы дерево росло дальше, дальше, чтобы оно развивалось. Вот. Дерево дает плоды. Ты срываешь этот плод, ешь, дерево от этого страдает? Нет. Нет. Оно, наоборот, отдает плоды, чтобы их ели. Это его природа отдавать то, что нужно есть. То же самое злаки. Растения вырастают, в злаке есть жизнь, вот зернышки, в них жизнь есть? Нету в них жизни. Зернышки жизни нет. Но вот когда ты зернышко соединяешь с водой, туда попадает душа. И прорастает. А просто одно зерно или яблочко в нем жизни нет. Понимаете? Поэтому святые люди питаются зернами непророщенными. И яблочками, и фруктами, и зернами, и орехами они питаются. Эта пища вообще чистая от греха. И молоко. Вот эти виды пищи, вообще в них нет греха вообще никакого. Но проросшие зерна, также овощи, корнеплоды, уже там есть жизнь. Но она во сне. Поэтому это уже меньше грех. Понимаете? То есть мы его можем переварить. Веды объясняют, что человек не может жить без жизни. Мы все равно должны живое есть. Понимаете? По-любому. Иначе мы не сможем жить. Мы не можем питаться каменными породами. Нам нужно живое есть. Просто живое имеет разную степень жизни. И эта степень жизни, она зависит от развитости живого существа. Чем более развито, тем больше боли оно испытывает в момент смерти. Раз оно испытало эту боль, значит тебе тоже придется испытать. Потому что ты причинил ее. Когда вот эти вот мои веселые медузы, мы похожи на арбузы, они почти как растения. Посмотрите, им в глаза ничего не соображают. У них никаких эмоций вообще нет. Тупость. Вот. Это почти что растения. Кто-то питается вот этими креветками, всякими медузами. Это самый низкосортный вид мяса. Ну и соответственно и кайфа от них тоже не так много. С точки зрения питания плотью. Почти что растительная пища. Есть еще более растительная пища, но тоже полуживотная. Это грибы. Это между животной и растительной жизнью находятся. Грибы. Вот. Они более активные тоже как бы чем растения. Они паразитируют. То есть у них такое уже сознание урвать что-то чужое. Есть. Ну это животное сознание уже. У растений так нет такого сознания. Они питаются солнцем просто там. Чуть-чуть поживее стал, сразу надо кого-то замучить. Понимаете? Поэтому грибы они сосут чужую кровь. Вот. А дальше следующие креветки. Потом рыбы идут. У рыбы появляется чувство страха. Она уже боится. И у ней есть половое чувство. Чувство страха, половое чувство. И все. Вот если взять рыбку в аквариум и посмотреть ей в глаза. Она всякая такая красивая. Они привлекают друг друга. Это факт. Они красивые такие все. Все из себя. Вот. Но если в глаза посмотреть. Глаза это зеркало ума. У рыбы в глазах что? Он такой. Страх только и все. Он такой. Страх и лень. Вот так она живет. Вот. Если взять более развитое существо. Это земноводные. Это ящерицы. У них уже есть любопытство. У них есть страх и желание жить. Активность. Они такие. Страх. Ну и такая как бы. Ну агрессия такая. Ну то есть они уже такие. Более развитые. То есть у них есть страх, агрессия, активность. Более развитые живые существа. Дальше следующий уровень это птицы. У птиц уже появляются эмоции радости. Они уже там радуются. Поют. Соловьи поют. Заливаются. Но они все приветы сбываются. А твои слова не забудутся. Сбудутся. Сбудутся. То есть мы сравниваем с пением птиц уже любовь. То есть птицы поют. Эта энергия любви идет. Но птицы тоже они боятся. У них в глазах тоже страх. Вот. Немножко наглость. Они любят подворовывать что-нибудь. Прилетать. Вот. И у них есть любовь. Но она не проявляется в виде взгляда. Они вот любовь изнутри. Вот так. В виде звука. Вот. Ну то есть как-то уже любить могут. Понимаете. Дальше идут дикие животные уже. У них больше эмоций. Взять допустим кошку и зайца. Зайца сидит такой. Жык-жык-жык. А кошка ходит. Она такая уже знаете. Деловая. У нее есть уже улыбочка своя кошачья. Она такая уже общительная. Там. Трется там. Что-то из себя и выделывает. А заяц сидит просто смотрит. Он никого не трется. Понимаете. Менее развитая форма жизни. Заяц. Кошка более развитая. Выше зайца стоят хищники. А у них уже есть стайный эффект. Они стаи. Они так уже вожаки есть. Они там понты кидают друг друга уже там. На друг друга уже там это. Вот. Следующий уровень это домашние животные уже. Самые развитые это домашние животные. Кошки, собаки, свиньи, коровы там и так далее. Чем более развитых животных мы едим, тем больше грех. Тем больше страдания они испытывают. И тем больше мы за это будем отвечать. Это называется жизнь в животном теле. Называется сон со сновидениями. Животные как во сне в таком красивом сне живут. Они про себя ничего не знают. Собака иногда пугается себя в зеркале. Иногда гавкает на себя в зеркале. Иногда гавкает на свое отражение в воде. Она не понимает себя до конца. Понимаете? Она сон со сновидениями. Животные как маленькие дети. Веды говорят. Они похожи по сознанию на детей. Животные. Вот. И человек это уже пробуждающее сознание. Человек уже себя понимает. Он понимает ценность человеческой жизни. Он понимает что такое речь. Он способен изучать, развиваться. Способен отказываться, жертвовать собой. То есть у него все это есть. Но пока человек не начинает заниматься духовной практикой. Не осознает что есть Бог. То у него пробуждающееся сознание. Он толком не понимает зачем он живет. Человеку можно тысячу раз сказать что ты скоро оставишь тело. И эта жизнь закончится. Но он этого не поймет. Он уйдет потом с лекции и пойдет. Дальше опять работа, дом, семья, телевизор. Все. Он как бы живет в этой скорлупе и думает что так и надо все так живут. Это называется пробуждающее сознание. Человек немножко он такой шоры как бы на глазах. Он до конца не понимает как устроен этот мир. Что есть совесть, есть Бог, есть чистота, есть бескорыстие, есть любовь, есть самопожертвование и все прочее. У него нет понимания этих вещей. Но он знает что надо вот правильно жить как-то хорошо. А как правильно толком не поймет. Дальше есть пробудившееся сознание. Пробуждается человек, открываются глаза. Как люди говорят Олег Геннадьевич после ваших лекций у меня глаза на мир открылись. Я поняла как надо жить. Называется пробудившееся сознание. Человек понимает что есть смысл жизни, есть высшая цель. Что надо заниматься духовной практикой. Есть святость, есть вера, есть священные писания, которые надо изучать, следовать. Есть возвышенные люди. Что любовь это бескорыстие, а не просто балдеж друг от друга и так далее. Многие вещи открываются у человека, когда сознание пробудилось. А есть еще бодрое сознание. Бодрое сознание означает безгрешие, абсолютная чистота. Одна секунда общения с таким человеком, у которого бодрое сознание, меняет представление о жизни полностью. Одна секунда общения с таким человеком окрыляет и сердце делает бесконечно сильным. Человек становится победителем своей судьбы. Когда Серафиму Саровскому смотрели просто в глаза. Он на камешке стоял, не разговаривал. Люди приходили просто в глаза посмотреть. Этого было достаточно, чтобы вся жизнь поменялась. Больше не нужно было ничего. У вас много вопросов. Так. Это хорошо. Каждая вера имеет свои плюсы. И это хорошо. Понимаете? В православии считается, что человек живет одну жизнь, а потом или к Богу, или в ад. И это очень правильное мышление. Очень правильное. Потому что, когда человек идет в ад, там очень долго время тянется. Как будто вечность. Понимаете? И поэтому православные говорят людям, навечно в ад. И правильно. Лучше так говорить, чем говорить. Да-да, помучаешься, а потом вернешься. Лучше сразу человеку сказать, что навечно в ад, чтобы он уже ставку на эту жизнь делал, а не на следующую. Понимаете? Человек должен эту жизнь так вот настроиться, чтобы в ад не попасть. Понимаете? С этой точки зрения мне нравится такая философия. Теперь насчет астрологии. Большинство астрологов – мошенники, которые не понимают, что они делают. Потому что для того, чтобы освоить астрологию, для этого нужно не только видеть карту, а также видеть тонкий мир. Нужно обладать способностью чувствовать ход времени. Это очень высокий уровень развития личности. Чаще всего человек просто карту поизучал и начинает всем жизнь предсказывать, толком не понимая даже, о чем он говорит. И он берет на себя такую ответственность, что говорит людям, вам не надо жить вместе, у вас есть несовместимость. Люди верят ему и расходятся, и разрушается их судьба в результате. Он не понимает глупец, что есть понятие тхарма, которое стоит выше, чем понятие астрологии. Тхарма означает, что люди не должны разводиться ни при каких обстоятельствах. Хоть совместимы они, хоть нет. Потому что соединяет людей Бог. Если они разводятся, они разрушают волю Бога в своей жизни и за это будут отвечать. Понимаете, поэтому, чтобы предотвратить эту опасность, в православии просто простой закон. Не слушайте этих людей и все. Это очень хорошее правило, мне оно нравится. И когда вы перечислите все остальные правила, они тоже мне все нравятся. В каждой вере все очень разумно. Просто есть разные культуры духовные. В одних культурах людям надо больше во всем разобраться, поэтому им больше открывается. А в других культурах надо людей быстрее к Богу вести. Поэтому не обязательно им там сильно размышлять. А, то есть вы говорите о монахах, которые нетленные мощи, да? Да. Вы знаете, дело в том, что тело… Я сейчас объясню. Вы знаете, есть разные правила в древней культуре, разные правила захоронения. Эти правила предназначены для разных людей. Например, если человек жил простой жизнью, то ему лучше сжечь тело для того, чтобы быстрее с ним расстаться. Потому что пока человек связан с телом, он не может идти в следующую жизнь. Он будет торчать здесь и мучиться в тонком теле. Вот. Если человек жил не для себя, а для других, то его миссией жизни является служить другим людям. При этом он все равно попадает в духовную обитель. Но у него через тело остается связь с другими людьми. В этом году зимой я был в одном великом святом месте, которое называется Шрирангом. В этом великом святом месте не все люди понимают, почему оно такое великое святое. Потому что там есть бальзамированное тело одного святого, который жил 800 лет назад. Этого святого зовут Роману Джачари. И у этого святого, у него до сих пор состригают раз в месяц ногти. У него растут ногти до сих пор на теле. Это подтверждение его жизни. Он вкладывает туда свою жизненную силу до сих пор. Пока в теле что-то растет, волосы, ногти, значит, душа еще не ушла. Она остается рядом. Он сказал, что я еще много сотен лет буду давать наставления, находясь в этом теле, тем людям, которые будут у меня их получать. И я специально приехал туда для того, чтобы почувствовать эту личность. Я покланялся ему, настроился на него. Потом вышел из этого места, чтобы никому не мешать, и начал повторять молитву. И рядом со мной был Владимир Слепцов. Мы вместе как бы это делали. И очень быстро я почувствовал себя душой. Буквально через 10-15 минут то, что мне нужно там два часа убиваться, чтобы это ощущение было очень сильным и явным. Я чувствовал, как будто кто-то заставляет меня так себя чувствовать. Я начал чувствовать себя вечной маленькой частичкой, которая принадлежит Богу. Я начал чувствовать себя таким, думая о Роману Джачаре, кланясь ему. Это необыкновенное чувство. Потом Владимир Слепцов подходит ко мне и говорит, «Слушай, меня как будто сердце кто-то бьет, как будто вот туда вот меня, туда-туда». Я говорю, «Давай-давай, продолжай, брат». То есть он почувствовал то же самое, понимаете? То есть Роману Джачаре — это великий святой. И он там находится в забальзамированном виде для того, чтобы освобождать таких грешников, как я, понимаете? То есть я приехал туда получить от него это знание. И он для этого там сидит. Он находится в духовном мире в своем сознании, но при этом связан с этим местом для того, чтобы давать людям духовное знание. Те же святые, которые там в Киевско-Печорской лавре лежат нетленными, они все делают то же самое. Это все наставники на этой планете, которые дают людям духовное знание. И те, кто кланяются им, их мощам, все они обретают их духовную силу. А зачем мучиться еще раз? Все, кто рождаются здесь, они все мучаются. Просто не все это понимают. Они могут и так давать нам знание. Зачем еще раз мучиться? Вы предлагаете им еще раз помучиться? Они рождаются, несомненно. И еще раз, и еще раз. Один великий святой увидел Бога, то есть Бог предстал перед ним. Его звали Васудева Дата, этого святого. И Бог ему спросил, проси благословления. И он сказал Богу, я хочу, чтобы все люди в этом мире отдали мне все свои грехи. Я хочу, чтобы они все освободились от своих грехов и отправились в духовный мир. А я хочу за них гнить в аду, за каждого из них и за каждого из них грехи. Я хочу гнить в аду. Пожалуйста, дай мне это благословение. Господь ему ответил, что все, кто сейчас живут на этом мире, они все будут освобождены по твоей милости. Они все уйдут в свое время в духовный мир. А ты в ад не пойдешь. Я не хочу, чтобы так было. Понятно, кто такой святой? Готов в аду даже гнить ради других. Не то, что там рождаться снова на этой земле. У нас нет знания, кто такие святые. Мы не можем этого понять. Обращайтесь сразу. А? Без разницы? Есть большая разница. Разница заключается в том, что мы не можем обращаться к тому, кого мы не знаем. Это иллюзия думать о том, что ты можешь к Богу сразу обратиться. Потому что к Богу, к личности Бога ведет личность только. Человек может понять, кто такой личность Бога только через того, кто его знает. В противном случае он будет мыкаться, он тоже может сам лично попасть к Богу, думая о нем. Это факт. Но время займет больше. Потому что, когда человек соприкасается со святым, он узнает немедленно о том, кто такой Бог. А сам он блуждает об этом знании очень долго. Бесконечно долго. По этой причине создаются два типа, два представительства Бога в этом мире. Первое представительство – священные писания, которые описывают качество Бога и святых, и правильную жизнь. А второе представительство Бога – это святые люди. Два этих представительства дают возможность человеку очень быстро приблизиться к Богу. Но есть определенная категория людей, которые не хотят пользоваться ни священными писаниями, ни святыми людьми. Они хотят к Богу напрямую. И как вы думаете, в чем причина такого желания? Правильно. Молодец. Гордость. И поэтому в Бхагавдгите говорится, Господь говорит, не тот возвышенный святой, кто идет непосредственно ко мне, является моим слугой. И близок мне и дорог, а тот, кто идет за слугой моего слуги. Услышали? Как объединять молитву с медитацией? Вот смотрите, молитва – это слова. Вы когда повторяете слова, то у вас сзади, в сердце, за словами, есть мысли. Так? Вот эти мысли – это и есть медитация. То есть вы повторяете, допустим, молитву, молитву. А мысли какие? Ребенок голодный, на работу надо, сколько можно здесь сидеть. Олег Геннадьевич говорит, надо дольше, я не могу уже. Это мысли, понимаете? Есть в молитве, есть слова, есть мысли. Когда человек находит в состоянии любви, то слова соединяются с мыслями. Допустим, можно повторять «я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». Ну, девушка, перестань перед девушкой, перед своей. Повторять «я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». Ты чувствуешь, нет? Она скажет, нет. Почему? Потому что слова не соединяются с мыслями. Но если он один раз подумает о первой встрече, вспомнит эмоцию, вот эту вот память, включит память во время этого, включит память, вспомнит о первой встрече и скажет, я люблю тебя, я тебя люблю. Понимаете, она сразу прослезится, скажет, я поняла. Вот теперь послушайте меня внимательно. Когда человек включает память, он вспоминает о святом человеке, он вспоминает о том, как съездил с Леной в это святое место, почувствовал его чистоту, вспоминает об этой чистоте этого места, начинает молиться с памятью о чистом месте, то тогда включаются эмоции о святом или о святом месте. Когда эта эмоция включается, в этот момент мысли все остальные пропадают. Потому что ум хочет только счастья и всё. Или хочет думать о том, что нет счастья. Дети не накормлены. Но как только человек получает более высокий вкус счастья, он вспоминает о святом месте, о чистоте, о том, как хорошо там нам было, в этот момент он забывает про все свои дела и заботы. Вот это состояние называется медитацией. А когда он повторяет звуки молитвы при этом, это называется его служением. Человек своим голосом служит святому и при этом своей памятью думает о нём. А как о нём думать? Для этого надо иметь опыт. Поэтому я ему говорю, идите в святые места, соприкасайтесь со святыми, получайте опыт, о котором потом во время молитвы надо будет думать. Если вы его не будете иметь, ничего не получится. Получайте опыт, вспоминайте, включайте память. Память соединяет с объектом человека. И это называется медитацией. Что такое йога? Это связь памяти с объектом счастья духовного. Это называется йога. Йога — это связь памяти с объектом духовного счастья. Запомните это. Когда у человека память находится сзади, а спереди находится молитва, такой человек становится обладателем своей судьбы. Пора заканчивать. Записок много? Давайте записки. Хорошо. Это у нас есть объявления еще какие-то, Лена? А, вот давайте, да. Вот здесь есть один молодой человек, удивительный. Этот молодой человек уже лет 15, наверное, в ведическом храме местном, дает лекции о том, как работать над собой, как заниматься духовной практикой. Я его знаю лет 20, наверное. Мы с ним вместе начинали заниматься духовной практикой. Просто он живет в Риге, а я живу в России. Вот его зовут Илья Петенко. И будет он читать 9 апреля, мы его еле уговорили, он очень скромный, и он будет 9 апреля читать лекцию, как найти учителя. Приходите. Вам нужно общение с такими людьми. У него богатый опыт. Он молодой парень еще, ну как лет ему 40, да? Но как бы у него богатый опыт духовной жизни. Он много-много лет занимается духовной практикой. Он много лет жил как монах, лет 20-15, наверное, и постоянно молился. Пожалуйста, приходите и получите общение. Куда приходить-то, Лен? Ну, мне написано, куда приходить. А? Как? Ну, скажите громче, я все равно не повторю. Радуга 2005. Набирайте в интернет, выходите на сайт Радуги 2005, уходите на сайт Радуги 2005, узнаете место, куда приходить. 11 апреля тренинг парней и девушки. Он же тоже ведет. Будет про парней и девушек рассказывать. Вот. А 24, 21, 24 июня будет фестиваль. Ух ты. Что, Гадецкий приезжает? 24, 21, 20 июня будет один человек, это очень хороший человек, соратник мой, Олег Гадецкий, который, ну, со мной много лет уже, как бы, ездит по России, дает людям ведическое знание. Хороший человек очень. А второй, удивительная личность совершенно, потрясающая. Это в шестом поколении человек поет для Бога. Он родился в святом месте, в Вриндаване. И он поет для Бога. А до него пели его папа, дедушка, прадедушка, прапрадедушка. И вот так вот, понимаете? Когда этот человек начнет петь, вы все просто замрете. И это необыкновенный голос и необыкновенные силы, как бы. А я могу даже включить. Я тоже люблю. У меня жена обожает его слушать. Сейчас я... У меня, по-моему, есть даже здесь его голос. Удивительный, чистый голос. А, есть, да. Рекламная пауза. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И поэтому такой мужчина, когда убегает от жены, он даже если живет с какой-то другой женщиной, его все равно тянет к третьей. Так наказан мужчина, который разрушает свою семью. А женщина, которая разрушает свою семью, ее сердце становится очень холодным. Она не может эту семейную энергию почувствовать. И даже если она с кем-то живет потом после этого, она может половое счастье от этого человека испытывать, но чувствовать его близким человеком не может. И так как она не чувствует близости, она в конце концов разочаровывается и расстается с ним. А чаще всего она даже найти себе никого не может. И просто мыкается от одного к другому, если она красивая. Если некрасивая, живет одна. Так Бог наказывает тех, кто разрушает свою семью. Но если человек искренне раскаивается и понимает всю тяжесть этого греха, тогда в этом случае он клянется Богу, больше разрушать семью не буду. И после этого Бог дает следующего. Но если человек не раскаялся и нашел себе другого человека, тогда, несомненно, у него будет кризис в семейной жизни. И поэтому раньше, чем это произошло, если вы бросили кого-то, раскаетесь. Лучше быстрее раскаетесь, чем потом испытаете эту вот беду, что ваша семья начнет неожиданно разрушаться. В этом мире все имеет свои законы, мы знать эти законы не хотим. Мы живем и живем себе как можем. Для чего страдания-то в семейной жизни возникают? А чтоб лучше понять себя. Человек в этих страданиях оснает свою судьбу, осознает свои проблемы. Потому что если у тебя нет этой проблемы, близкий человек не может этот вид страданий у тебя вызвать. Одной? Какое-то время, да, лучше отдохнуть от всех. А потом захочется все равно жить с кем-то. Женщина же, она соткана из отношений глубоких. Ей нужны глубокие отношения, семья, забота. Но когда она уже замучилась от неправильной жизни в семье, когда она в бездуховной семье жила, она так замучилась, думает, Господи, лучше одной. Она отдыхает какое-то время, потом начинает молиться Богу, находит себе другого человека, с которым уже правильные отношения пытается построить. Но какое-то время хорошо пожить одному. Или вы спорить со мной будете? Не сегодня. Видите, вы зря со мной хотите спорить, потому что я вижу вашу судьбу и ваше сердце, а вы моё не видите. Я же вам сказал, что вам хорошо сейчас одной пожить. Ну и живите. Вы же не можете себя гарантировать, что вы всё время одна останетесь, правильно? Не можете. А я знаю, когда у вас будет следующий. Вам не скажу. А то вы меня обменять будете в этом, скажете. Олег Геннадьевич меня сглазил, я поэтому вышла замуж. Ваш вопрос, да? Скажите, пожалуйста, да? Нет, не надо. Если в ближайшее окружение и родственники живут в страсти, это означает, что вы наказаны с прошлой жизни вот таким отношением. Ну, понимаете, вы, допустим, узнали о том, что есть благостная жизнь. Но все ваши родственники живут в страсти. Это означает, что они олицетворяют все вашу судьбу, ваше прошлое. И вам надо Богу доказать ещё, что вы хотите к Нему. Как вы будете доказывать? Вы просто честно и смиренно рядом с ними живёте в благости. Ясно, что им это будет непонятно. Они будут чувствовать себя немножко не в своей тарелке рядом с вами. Но потом они постепенно увидят, что вы правы, а они не правы. И они начнут меняться со временем. Родственникам можно доказать что-то только своей жизнью и своей судьбой. Никак их трогать и мучить не надо. Если вы начнёте нажимать на родственников, будет противоположный результат. Они не приближатся к этой жизни, а удалятся от неё наоборот. Лучше их не трогайте и просто счастливо живите рядом с ними. И они просто по вашему примеру будут наполняться от вас знанием. У меня, допустим, дочка, я её никогда не принуждал к духовной жизни. Пришло время, в какой-то момент она заинтересовалась парнями, начала краситься и всё прочее. И забыла про молитвы, про всё прочее. Я не стал её трогать совсем. Я просто помогал ей жить так, как она живёт. И в какой-то момент она захотела съездить на фестиваль «Благость» ко мне. Я говорю, ну давай съездим, доченька, съезди на фестиваль «Благость». Она съездила на фестиваль «Благость», начала слушать мои лекции, любилась в мои лекции, начала слушать лекции, она ей так всё понравилась, она говорит, я хочу так жить. Её хватило месяца на четыре, наверное. А потом опять молодой человек, там туда-сюда, вот. И потом он её бросил. И она как бы говорит, папа, что делать? Я говорю, заниматься духовной практикой. И всё, она решила заниматься духовной практикой, серьёзно. Почему? Потому что приходит время, все занимаются духовной практикой, то рядом. Даже самые близкие родственники. У меня собачка даже была, собачка, понимаете? Она родилась, у неё вот у вайшнавов как бы знак вишну на лбу вот так ставится. Такие две полосы и соединяются вместе. Вот. И эта собачка, она с самого рождения вот этот знак вишну имела вот здесь. Она родилась у нас, и как бы у ней вот этот белый такой знак вишну такой. Вот. И она, мы её щенком взяли, и она, ну где-то такой уже подросшийся щенок. И она первое, что сделала, она как бы очень была благочестивая и преданная своим хозяевам. Она почувствовала нас своими хозяевами, поэтому она загрызла двух соседских гусей и принесла нам две эти головы гусей и бросила перед ногами вот так вот. Так шину. Ну только первые дни только у нас появилась, как бы бросила нам, ну как бы пожертвования перед ногами. Мы её посадили на цепь в результате и начали кормить освященной пищей. Кормили где-то два месяца. И смотрели, наблюдали за ней. Постепенно её сознание начало меняться. Она стала очень благостной. Начала вилять хвостом перед теми, кто хорошую жизнь ведёт. А кто ведёт плохую, она рычала на них. Вот. Ну то есть у ней появилось понимание вещей правильное. После этого мы заметили один знак, который заставил нас отвязать её с цепи. А было дело так. Было позднее, как бы осень, холодно. И мы увидели, что кошка наша, которая боялась эту собаку всё время, потому что кошки с собаками всегда грызутся. Она ходила в эту будку спать на собаке, потому что там теплее. И мы заметили, что собака ела освященную пищу только после кошки. Сначала кошка кушала, а потом собака начинала есть. А потом начались другие собаки приходить, и она их кормила освященной пищей. А потом, когда весной мы отвязали эту собаку, и когда весной гуси начали ходить возле этого дома, то она лежала среди этих гусей, и они ходили по ней. Даже у собаки собзнание меняется, когда она ест освященную пищу. Почему вы думаете, что если вы своих родственников не будете кормить освященной пищей, их сознание не поменяется? Не трогайте их, просто освящайте пищу, кормите, молитесь за них, и их жизнь поменяется. Нужно где-то года два на это всё. Через два года всё поменяется в ваших покоружениях. Сто процентов. Давайте проведём статистику. Поднимите руку, кто два года уже занимается вот такой практикой, и родственники не поменялись, остались как были. Ну, смелее, не бойтесь, я вас не съем. Хорошо, поднимите руку, кто два года занимается этой практикой, и родственники начали меняться. Поднимите руку. Вон, смотрите, сколько, видите? А как вот вашей молитвой? То есть, смотрите, есть два понятия освящения пищи. Первое, освящение пищи во время приготовления. Вы молитесь, готовя пищу, молитесь, думаете о Боге. Это уже значит, что вы её освятили. Но если вы хотите ещё гарантии, тогда возьмите просто эту пищу и перед ней помолитесь, поставив над ней изображение или Бога, или святого человека, или святого места. И мысленно кланяюсь этому святому месту, надо думать о том, чтобы эта пища была освящена. Всё, она будет освящена. И эта пища настолько сильно влияет на сознание, что жизнь человека меняется просто от того, что он ест эту пищу. Представляете, какая сила? Люди меняются. У меня отец, настолько у него было атеистическое сознание, что когда мать ему, он в больницу попал, он болел. Мать ему начала готовить пищу освященную, и он её не ел. Она приносила, он говорит, я это есть не буду. Тогда она провела эксперимент. Она приносила ему половину освященной пищи, а половину неосвященной. Он всю неосвященную съедал, освященную, говорит, я есть, то есть не буду. Но мы его победили. Приехала жена, напекла пирожки. Ну, как бы, понимаете, как бы, ну, отец всегда больше любит, ну, как бы, жену сына, чем свою жену. Она напекла ему пирожки освященные, и он их слопал. И после этого начал есть освященную пищу, чтобы все его пробило. А потом он раскаялся, что пил всю жизнь. Плакал, раскаивался. Говорил, я прожил жизнь неправильно. Пробивает любого человека, любого, вот, кого угодно. Брат после ухода из жизни через 9 лет пришел ко мне и слился со мной в объятиях. Показал вселенское счастье, но на уровне чувств. Как это понять? Ну, это значит, он получил какую-то милость какую-то в жизни. Он ушел и освободился дальше наверх. Да, значит, наверх пошел. Он перешел в моего ребенка. Я через 9 месяцев родила девочку. Это может быть, что это родился ваш бывший брат. Такое может быть. А может быть и нет. Это можно проверить. Если вы хотите, я могу посмотреть на фотографию вашего брата, который ушел из жизни 9 лет назад, и вашу дочку. Если тонкое тело совпадет, значит, это один и тот же человек. Я могу это понять. Ну, вряд ли вы сами сможете понять. Напоследок я вам расскажу историю просто одного человека. Пора заканчивать лекцию, уже Лена говорит. Ну, маленькая история. Поучительная. Я приехал в Днепропетровск и читал два месяца лекцию по закону кармы. И я жил у одного в доме, в частном доме, у одного человека, который занимается тоже духовной практикой. И он не сразу мне эту историю рассказал, но посмотрел на меня внимательно, подумал и открыл свое сердце. Он мне рассказал, что у него были родители, мать с отцом, которые жили ужасной жизнью, ругались постоянно друг с другом. Они очень сильно были привязаны к этому дому. И только о нем мы говорили и думали. Постоянно жили для этого дома. Они один за другим ушли из жизни. И через три месяца после их ухода к дому прибилось два щенка. Один из них мужского пола, другой женского. Через некоторое время, ну, он взял их, эти щенки, потом почувствовал к ним любовь и заботу. Начал заботиться об этих щенках и обнаружил, что щенок женского пола похож на папу, а щенок мужского пола похож на маму. И эти щенки начали кушать то же самое, что родители любили, ту же самую пищу предпочитали. И они начали гавкать друг на друга, когда подросли. И постепенно их формы, лица и внешность стала копией походить на родителей. И у него уже не оставалось никаких сомнений, что это родители родились в его доме в виде животных. И заканчивая этот семинар, я хочу вам сказать, пожалуйста, постройте свою жизнь так, чтобы не рождаться животными в доме своих детей. Хорошо? В этом заключает смысл человеческой жизни. Так, все сели прямо. Да, кстати, вы можете не верить в то, что я сказал. Верит человек или не верит, это вопрос его жизненного опыта. Но разумные люди могут все изучать, начать все изучать и посмотреть, так это или нет, на примере своей жизни, изучая. Вы сможете во всем разобраться. Давайте вспомним. Сегодня я тоже буду под звуки проводить. Вам вчера понравилось? С голосом святого человека понравилось? Сегодня я тоже буду включать музыку. Я не православный человек, но это не имеет значения. Если у нас одна цель, то мы будем любить и радоваться любым людям, которые занимаются духовной практикой в любой традиции. Это хор братья Испаса Преображенского Валаамского монастыря. А само пение называется «Богородица Девы Радуйся». Оно мне очень нравится, потому что оно соответствует тому настроению, которое я все культивирую. Когда мы прославляем Бога и думаем о Его радости, а не о своей, это самая возвышенная молитва, которая только может быть. Выше не бывает. Так мы настраиваемся на голос этих монахов, мысленно кланяемся святому человеку, о котором помним в сердце, и повторяем «Я желаю всем счастья». Что значит настраиваться на голос? Это значит в этом же настроении повторять «Я желаю всем счастья», в этой эмоции, чтобы подложка была не дети голодные и пора уже уходить с лекции, а внутри, чтобы было чувство такое же, как у этих монахов. И вспоминайте святого человека, с которым бы вы хотели связать свою жизнь. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем... Я, извиняюсь, а то у меня неправильно зациклено сейчас. Сейчас, секундочку. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю все счастья. Я желаю всем 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 счастья. Спасибо вам большое. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо. Я желаю всем счастья. Спасибо. Спасибо. У меня что-то не получилось с музыкой зациклить. Простите меня. Мы от всего сердца хотим поблагодарить Олега Геннадьевича Тарсунова за действительно бесценный вклад в виде тех знаний, которые попадают прямо в сердце. И поверьте, они действительно меняют судьбу. Здесь точно треть зала людей, которые знают, что это реальность. Я в том числе. Спасибо вам от всего сердца. И спасибо вам, потому что действительно вот это состояние, когда мы можем быть полезными, оно действительно самое ценное. И будем очень рады видеть вас на всевозможных наших занятиях, программах, кулинарных курсах, где учат, как предлагать пищу. Мы очень настроены все-таки благодаря этим знаниям создавать вот такое счастливое общество. Спасибо. Я хочу также поблагодарить всех тех, кто много лет уже рядом находится. Я бесконечно счастлив видеть эти лица, которые я вижу много лет. Тех людей, которые приходят на лекции. Они скорее приходят, наверное, просто из любви, чем что-то от меня еще услышать. И также я хочу сказать свою бесконечную любовь и благодарность вот одному человеку, который вот здесь вот сидит за ширмочкой. Вот. Я, когда первый раз в Ригу приехал, читал лекции, я запомнил одного человека в возрасте, который очень внимательно-внимательно слушал мои лекции. Потом я этого же человека увидел в Иваново. Это такой подмосковный город, где я приехал читать лекции. Он туда приехал. Я увидел, что он вообще из Риги. Я был в шоке. Он два месяца там жил и слушал мои лекции. Зейдонис, пожалуйста, выйдите. Можно вас чуть-чуть? Чтобы на вас посмотреть. Этот человек был везде, где только я был. Везде. Он, по-моему, был на лекциях в Днепропетровске у меня. Он был на фестивале «Благость». Был в Иваново. Я не знаю, у меня такого он еще не был. И такие люди у вас бесконечно такие удивительные просто в Лиге. И он все время записывает мои лекции на видео. Я вообще не достоин такого отношения на 100%. Буду сейчас отдавать вам все назад в виде цветов. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вы не стесняйтесь, подходите. Музыка Что хватит? Ааа, ничего. Немного хватит. Музыка Музыка Продолжение следует... 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 Продолжение следует...